здравствуйте дорогие мои друзья костлявая рука голода третий всадник апокалипсиса всадник истощенный так сказать голодом такой сухой обтянутый кожей скелет на таком же коне напоминающим тоже вот просто мешок с костями да друзья мои голод которым нас пугают о котором уже видите помните президент туркменистана нет узбекистана говорил что хорошо бы запасы иметь граждан страны ну и вообще последнее время специально нагнетается некая истерия до этого китай скупал так сказать еще за год до этого скупал запасы продовольствия а в иране сейчас идут уже не первый раз голодные бунты то есть люди цены повышаются на в разы и люди просто выходят начинают громить продовольственные магазины лавки и склады значит новая волна голодных бунтов охватила сразу несколько провинций ирана тысячи человек вышли на улице из-за резкого скачка цен на продукты питания для небогатых районов это означает верную смерть местные жители массово грабят магазины продуктовые склады чтобы продавить протесты власти мобилизовали силы безопасности задержанных десятки в одном из городов демонстранты напали на силовиков и подожгли полицейские машины по данным властей впереди еще очередной скачок цен на масло курицу и молоко подорожают на 300 процентов и жители конечно недовольны на друзья мои и видите продовольствие есть не то что его нету не тоже просто нечего есть а продовольствие есть но она дорожает и дорожает друзья мои на сотни процентов а у нас за последнее время насколько подорожали продукты тоже продукты есть есть пожалуйста как говорится есть они есть да нечем есть ну вот то есть в чем-то этот голод нагнетается искусственно и вот эта паника и рост осознанный рост цен где-то придерживают то есть регулирует таким образом чтобы вызвать действительно среди беднейших слоев общества ну невозможно просто прокормиться у нас друзья мои абсолютно тоже если вы получаете только пенсию еще большую ее часть отдаете на за жкх или там какие-то платежи то у вас просто ничего не остается даже на хлеб ну реально вы можете конечно люди просто не платят за квартиру и на это еще как-то выживают но если вы нигде не подрабатываете вам никто не помогает то пожилой человек обречен на голодную смерть это даже уже уже у нас то есть вот беднейшие районы ирана да а у нас беднейшие районы вся россия но на самом деле да есть люди которые зарабатывают они их тоже касается это подорожание каждый день они ходят и смотрят что в магазине все больше и больше оставляют продуктов на тысячу рублей вы уже просто как бы что вы можете купить пойти пакет молока картошки там три килограмма да там что-нибудь еще десяток яиц масло растительное все кончилось кончилось тысяча рублей кончилось вы как бы купили крупы какой то то есть продал продовольственный набор очень бедный хлеб уже за сотню можно прокормиться можно на одном хлебе наверное и воде если у вас есть еще там подсобное хозяйство может быть вы еще там можете продержаться но если вот эти продукты еще подорожают сейчас они уже подорожали многие больше чем на сто процентов еще они вдруг подорожают сможет ли правительство и правительство вот этих мерзких коротышек сдержать этот рост цен или она специально его спровоцирует и выставит здоровяков с дубинками чтобы они не позволяли никому никаким бабушкам дедушкам и молодым людям выйти и высказать свое возмущение будут всех сажать то есть в чем-то вот эта угроза голода и этот всадник искусственный как прям впрочем и второй всадник да помните а война второй всадник и эпидемия первый всадник они тоже искусственные то есть вот эти вот апокалипсис ну деланный то есть он не неестественно неестественным путем его делают вот эти вот некие граждане чтобы друзья мои сократить наших наше население чтобы нас всех повыморить как тараканов морят морить не до морит ну и нас тоже морят морит и никак не 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 смогут так что вот видите вот уже эхо эхо этих вещей в иране голодные бунты будут ли у нас или мы тихо будем умирать у себя так сказать кто где сначала самые слабые и беззащитные которым никто не может помочь ну а потом уже и никто поздоровее кто-нибудь беда друзья мои беда кто же это все организует вот эти все такие проказы добраться бы до этого мерзавцы и самого бы его сначала эпидемии потом войнушки а потом голодом а потом а потом все четвертый всадник капец он самый дедушка капец который придет и скажет все приехали малыши доигрались с первыми тремя все пока друзья мои